Добро пожаловать на мой канал, посвященный обзору аудио устройств под брендом Abtonica. Сегодняшний обзор будет посвящен моим моторством с оконечным усилителем Abtonica SX1800. Данный усилитель выпускался только для внутреннего рынка Японии, поэтому бывает в исполнении только на 100 вольт. В качестве предварительного усилителя предлагалось использовать SX1800, и тот и другой выпускались только в серебряном цвете, имелась возможность установки 19-дюймового стойка. Конечный усилитель является примером классического дизайна 70-х, на что намекают стрелочные измерители мощности. Питание усилителя не стабилизированное. После диодной сборки двухполюсное напряжение снимается с трехполюсного конденсатора. Имеется отдельная плата защиты от короткого замыкания и постоянки на выходе. Она же выполняет функцию отложенного старта. Питание платы происходит от отдельной вторичной обмотки трансформатора. От себя замечу, что схема достаточно чувствительна, поэтому при подключении телефона защита срабатывала на пару секунд. Имеется возможность подключения двух пар акустических систем на 8 Ом, хотя я подключал и на 6. Выход на наушники реализован напрямую через гасящее сопротивление. Людям привыкшим к современным устройствам будет непривычно, что при воткнутых наушниках колонки автоматически не отключаются и их нужно отключать вручную. На выходе усилителя стоят довольно популярные в те времена транзисторы NEC 2SB617 и 2SD587. Номинальная мощность усилителя составляет 90 Вт на 8 Ом. Размеры ширина 420, высота 130, глубина 245 мм. Вес 6,4 кг. Примерный год выпуска 1975-79. Во время первого включения усилителя реле защиты не замыкал на выход. Длительный поиск с мультиметром привел меня к двум сгоревшим тогоограничивающим сопротивлениям на 220 Ом на четверть Вт. R501 и R502 на плате защиты. Что бы ж наверняка и заменил их на аналогичный по номиналу, но на 2 Вт. И после этого сигнал на выходе появился, но в одном канале были помехи. После подключения осилографом было замечено, что синусоиды в одном из каналов обрезаются, а в другом имеется постоянное напряжение на выходе. После проверки мультиметром был обнаружен неисправный транзистор Q113 под маркировкой 2SA733. Симметричный ему Q114 в другом канале, хоть и был живой, но коэффициент усиления у него упал ниже номинала, поэтому было решено заменить сразу все, в том числе и парные к ним Q115 и Q116. В ходе проверки также было обнаружено вроде как рабочий, но с пробитым ПН-переходом транзистор Q123 под маркировкой 2SA949. Он и зеркальные ему Q124 были заменены на аналогичные новые 2SA1013. И после замены всех неисправных транзисторов стало возможно выставить на выходе 0 и ток покоя. Схема задержки работает с выдержкой от 2 до 4 секунд. Через мои руки прошло два таких усилителя, поэтому я могу говорить о достаточной повторяемости озвученных неисправностей. Звук свободного виртуоза Звук жаль Играет музыка Играет музыка